Унылые будни, скучная работа, повторяющиеся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаёте в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! Апп Икс. Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда, легко. Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Трак? Угу. Заметь. Очень смешно, если честно. Я буду отвечать только на вопросы, касающиеся проекта. Так что не тратите свое время на другие. Юрка, привет! Я же сказал, что я буду отвечать только на вопросы, касаемо проекта. Не тратите свое время. Критерий никаких нет. Есть только два формата. Вы можете скинуть нам в Telegram. Либо в MP3. Ну, сам драк-демку. Либо ссылку на YouTube. Ага. Ты написал про YouTube или еще нет? Все, взял же. Ну, сколько допустимо, ты мне сможешь скинуть и хоть 20. Я прослушаю первые две демки максимум. Если они мне не понравятся, я не буду слушать остальное. Если мне не понравится, я могу все прослушать. Но от количества это зависеть точно не будет. Вагабунт – это то, через что будет идти проект. Проект называется Gold Project. А его фундамент, платформа, через все это будет проходить. Вот. Не через что я буду выпускаться в будущем. Одной демки может быть достаточно. Но я уверен в том, что одной демки хватит, чтобы убедить меня. Пожалуйста. Творческое объединение здесь больше по флэчу, чем лейбл. Мне не нравится это слово. Рустам, конечно, я тебя возьму вагабунт. Обязательно. Писателем. Ты будешь первый подписанный писатель, который не на издательстве каком-то, а прям в творческом объединении. С таким бэкграундом. Мне кажется, ты всегда хотел этого. Да, я верю. Давай сходим вместе на версию с кого-то разъем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это одна из причин, но не основная. Буду говорить, пойми, нет, я буду говорить, понял. Ты будешь говорить, пойми, я буду говорить, понял. Ну, ты будешь начинать. Ты всегда вступаешь первый, и ты говоришь тринадцать раз, пойми, а я потом добиваю и буду говорить, понял. мне неважно откуда вы будете мне кидать ваши драки я не сужу человека по его откуда он ну вот который написал дима ты чё бухаешь мне кажется вот на нем сказывается все-таки его географическое место положение а так вообще-то мне кажется не приговор я в брево не приду ну да музыканты музыкальный проект жанр не важен можете делать что хотите 22 апреля может быть уже вернусь может буду еще по европе турить посмотрим пока мы планируем апреля неизвестно чего может я все буду здесь собрать свободно посмотрю я еще раз говорю нету никаких ограничений известный музыкант неизвестный вообще неважно не братан мне до выпуска далеко но сейчас только работать начал так что надо будет пьяривать в следующие полгода как минимум ну что жать булавку уху за хуярил это братан золотая дорогая булавка цыганская в чем заключается работа проекта прозрачность мы думали над электронной почтой и отказались в итоге потому что это неудобная хуя телеграм очень удобно скинул зашел прослушал мне нравится удалил хуя сразу предупреждаю многие люди меня будут ненавидеть потому что я никого щадить не собираюсь будь слать не хуйню увидите о себе выпуске честную абсолютную критику так что ставьте противога против а не тушите рядом а про тур в сша к разводу думаю хотим хули я умничаю потому что я умный тебя это возмущает потому что тупой пидорас кто не любят когда люди уебываются нищеброды не любят когда люди уебываются кто считает что человек умничает тупой пидорас потому что ему что-то неприятное в этот момент потому что он половину не понимает вот и кого задевает когда кто-то говорит маму ебал наверное те у кого мама шалала прежде чем возмущаться подумайте почему вы возмущаетесь почему конкретно вас это задевает почему вам похуй очень важный вопрос который вы должны задавать себе очень важный вопрос который вы должны задавать себе полосы вы делаете что это вы начали то вы вы подъем вам Большая просьба не давать мне советов На тему того, что мне делать или нет Я все равно урок ебал твой мнение У меня была такая строчка Я своей жизнью делюсь Я не делю вашу с вами Поэтому мне мнение не нужно Мы будем документировать полностью Как проходит отбор Настя будет снимать, как я прослушиваю эти демки Я буду их комментировать Из этого мы будем нарезать выпуски И показывать все Я хочу показать максимально прозрачно Как вообще происходит это все Ух, все Ух, все Ух, все Да, конечно, я бухаю, каждый день бухаю я, потому что я считаю, что в этом я черпаю силы, креатив Буковским бухавым, Марину Коцубу бухаву, все бухают, все великие люди бухают, а я великий среди великих. Но вставок ежедневный, вот. Нет, да, пизды, что будет современным искусством в следующие 20 лет. Абсолютно. Меня не интересуют никакие жанры. Ну, у меня есть своя жизнь, свой путь и все, что происходит направо-налево, не похуй. А почему я забил хуй на батл рэп? Потому что я отец этого жанра и для меня как будто этот сын стал педофилом, наркоманом, гомосексуалом, извините, воришкой, лжецом, всем, что можно себе представить наихудшим. А я от него отрекся. Если ты прошел отбор будет второй этап, то я уже объясню, что тогда. Дальше. Дальше. Денги в любом жанре. Кстати, да, я могу так, да, могу подтвердить, если ты думаешь, что ты будешь крутым рэпером, то ты был боев. Из начальницы ты себе ставишь цель быть крутым рэпером, то ты был боев. Да. Конечно, 80% будет не по теме, потому что 80% обитателей соцсетей долбоеба. 80% людей долбоеба. Мне минуса кидать не нужно. У меня самый талантливый человек отвечает за моё музыкальное сопровождение, так что не трать своё время. Я даже не слушаю дэнги вообще. Мне они не нужны. У меня есть Гошевский. Мне не нужна ваша музыка. Мне лично не нужна. Я уже больше года не слушал дэнги вообще. Я в чём-то долбоёг обозначил. Каждый человек в чём-то долбоёг и в чём-то хорошее. Я в чём-то хорошее. Давай. Если человек задаёт вопрос не по теме, а его до этого попросили, а то он не делал, то он долбоёг. И не только, он ещё и пидарас. Хуй соус ещё. Маму я его ебал. Впрочем. 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 Какие у начинающего музыканта могут быть трудности. Мне кажется, это самая большая свобода, когда ты только начинаешь что-то делать. Никаких границ, никакой ответственности, никакой успешки. Просто делаешь, что хочешь. Если это не так, то брось так. Значит, не даю. Мы разговариваем по проекту, у меня какой-то пидарас пишет, расскажи про медицину в Германии. Может он не слышал? Нет, он слышал. Слышал, поверь. Я разговариваю, будто пиздец Папа Римский. Бля, кто такой Папа Римский? Просто какой-то старик, который там людям лапшу на уши режет. Я лучше, чем Папа Римский. Я охуенно не занимаюсь. Я лучше, чем любой священный, так, деятельность, представитель каких-то религий. Потому что я охуенно не занимаюсь. Да, мне придется послушать да хуя ебанина, брат. Вот в этом ты прав. Папа Крымский. Ха-ха-ха. Смешно. Постарел тебе немножко. Да. Есть такое. Есть только один важный момент, один важный орган, который не должен стареть. Вот когда он начинает стареть, мне кажется, вот тогда надо задумываться, надо подумать, чем заниматься дальше. Потому что, видать, что будешь несчастным. Вот и пока этот орган стоит, как камень, как бревно, как шпала. Поху, сколько теле. И все остальное, поху. Мама, чтобы. Как рука младенца с яблоком. Дим, я просто завелась уже. Обровать эфир. Разные миры. Разные миры. Разные миры. Кстати, идите, посмотрите клип Фога. Займитесь делом. Ха-ха-ха. Разные миры. Разные миры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу ответить на этот вопрос, но тут из вас 99,5% не поймут, о чем я говорю. Например, ты приходишь, разговариваешь с какими-то недодистрибьюторами, а у вас выплаты идут каждые 3 месяца или через квартал назад. Если он тебе скажет, то спрашиваешь, есть ли лично у меня доступ к финансовой истории напрямую? Есть доступ к финансовой истории напрямую? Короче, очень мало мелких нюансов. Когда ты повстречался, ты просто поработал с профессионалом. И ты знаешь, как это все работает и понимаешь, насколько жестко все друг друга наебывают в вашей стране. И тут, мне кажется, даже не ВВЛ виноват. В виде исключения, наверное, тут люди просто сами пидорасы между собой. Поэтому я решил немножко им поднасрать и показать людям, что все это можно делать без них. Не давать тебе на йогу, не давать пиявкам сосать вашу кровь. Мне кажется, это охуенно. Поступать правильно, при этом злить людей, поступая правильно. Охуенно. За это можно даже умереть, мне кажется. Если за что-то умирать, то за правду. Умирать за то, что ты людям хотел жизнь улучшить, а плохим людям хотел жизнь поднасрать. Но об этом будет отличаться. Представьте, любой пиздюк мухосранский, который будет следить за моим проектом, будет думать ебать. В смысле? Так это делается? Так просто? Да, так просто. Я хочу вам показать, как просто это сегодня все делается. Никакой лейбл, никакой дистрибьютор, вам никто нахуй нужен. Никакой продюсер, никакие 50 на 50, 360 градусов. Всю хуйню, вот эту всю хуйню, весь музыкальный бизнес-то полная туфта. От а до я просто в алфавитном порядке все пиявки и пиздоболы. Я хочу это показать. Я люблю русских гораздо больше, чем европейцев. Я люблю русских больше, чем европейцев. Я люблю русских, чем европейцев. Я люблю русских, чем европейцев. Три, четыре, пять, десять, двадцать. Я люблю русский. Я люблю русских. Если честно, вряд ли мой концерт в Казахстане когда-нибудь будет. В Казахстане я буду сам. Приватно. Мои выступать нет. Но я не дерзую до любви. Знаете почему? Ебануться сколько. Затратная часть. Ебануться сколько работы. Бля, я слишком линиевый для этого. Нет. Если мне кто-то придет и скажет, давай мы возьмем все на себя. Все организуем, ты ничего не тратишь. Ничем не занимаешься, просто пришел, выступил, съебался. Но это конечно невозможно делать. Хуя было так делать. Тогда можно поговорить, так бы нахуй было. Самому заниматься такими огромными проектами? Ебануться. Пыгинь, олимпийский. Собирай. Удачи нахуй. Ну а то все зависит от... Понимаешь? Нет. Это блядь, я понтов все делаю. Просто понты. Мне не интересны музыканты без бокальных данных. Я не... Зачем они мне? Серьезно. Что? Думайте, что? Ты гитарист, брат. Ну и что? И что дашь? Я тебя задам как гитарист и ты наиграешь мне на mp3 на гитаре, очень круто. И я этот человек выставил другой тюнс. В смысле? Ты же понимаешь, что... Ты вопрос-то буду задаешь. Ты вопрос-то буду задаешь. Я такой утич спрашиваю. Биздец просто. Если, короче, вы не знаете, как, в каком виде мне донести то, что вы делаете, не кидайте мне нахуй вообще ничего. Реально. Я объясню. В форме mp3 демку закинуть в телегу, либо ссылку на YouTube. Что вы там делаете? Если для вас это непорядно, если для вас это объяснение недоступно, идите в пизду. Серьезно. Нахуй идите? Мне интересно сказать... там. 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 Да, бля, бля, бля.